Включил запись. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем изучение нашего текста. И я напоминаю, что мы находимся в книге «Дворим». Заканчиваем недельный раздел «Ваелих». И нам после раздела «Ваелих» остается всего два раздела «Азину» и «Зод Абраха». И на этом мы полностью закончим первое изучение текста Торы. Итак, недельный раздел «Ваелих», книга «Дворим», 31-й перек, 14-й посуд. «И сказал Ашем Маше, «Вот приблизились дни твои умереть. Позови Йошуа и встаньте в шатре встречи, и я прикажу ему». И пошел Маше и Йошуа, и встали в шатре встречи». Я обращаю ваше внимание, что завершилось последнее выступление Маше перед народом. Значит, мы помним, мы об этом говорили еще в самом первом недельном разделе книги «Дворим» в прошлом семестре, что книга «Дворим», 85% книги «Дворим» – это речь Маше, обращенная к народу. Эти слова признаны Всевышним, они стали Торой, но тем не менее это речь Маше. И вот здесь, значит, в одном из последних разделов снова инициатива переходит ко Всевышнему. Обратите внимание, что везде шел, значит, все говорилось от лица Маше, Робейну, да, а вот здесь и сказал Ашем Маше. Значит, что же он ему сказал? «На самом деле приблизились дни твои умереть, позови Йошуа». Довольно странное сочетание, да, «приблизились дни твои умереть, позови Йошуа». То есть, в правильном переводе на русский язык это должно звучать так. Пришло время назначить для Бны Исраэль нового лидера. Как сейчас модно говорить в России, пора сделать трансфер власти. То есть, речь не идет о том, что Маше должен какие-то специальные приготовления к смерти сделать. Так сказать, приблизились дни, хорошо, приблизились дни, но главное – это провести вот эту вот передачу лидерства. Должен пройти трансфер власти. И, значит, уже определено, определено довольно давно, что преемником назначается Йошуа. И вот теперь Ашем еще раз повторяет это решение. «Позови Йошуа и встаньте в шатре вдвоем». Да, происходит передача. «И я, Всевышний, прикажу ему». То есть, процесс передачи власти под руководством Всевышнего. «И пошел Маше Йошуа, и встали в шатре встречи. И показался Ашем в шатре, в столбе облака. И встал столб облака над входом шатра». Ну, вообще говоря, мы знаем, что в пустыне во время функционирования скинии, да, вот нашего Мешкана, шатра, в котором хранился ковчег, появление облака над Мешканом, это был знак, что шхена, вот это присутствие Всевышнего, зримо и в среде Израиля. Особенность здесь такая. Во всех предыдущих случаях, как это было написано в Торе, «И стало облако над шатром». Вот запуск работы скинии, это книга «Шмот», история о том, как была построена скиния, собрана и начато в ней служение, да. И слава Ашем над шатром, и облако над шатром. И еще раз об этом говорится в книге «Ваикра», что когда поднималось облако, то это был семан, знак, что надо сворачивать шатер, сворачивать лагерь и выступать в путь по пустыне. А там, где облако шло впереди, там, где оно останавливалось, значит, надо остановиться, поставить лагерь, собрать скинию, и облако над скинией. Вот здесь столб облака над входом шатра. То есть это особенная ситуация передачи лидерства, и облако не над шатром, а над входом шатра. Хотя Маше и Иошуа встали в шатре встречи. То есть это вообще говоря, можно себе представить, что, во-первых, может быть, Маше и Иошуа стоят у входа, но это противоречие с 14-м пасуком. Там сказано, что они в шатре встречи. Ну, так сказать, эти слова можно комментировать очень по-разному. В принципе, уже было сказано, что Аарон и сменяющий его Элиезер и последующая цепочка коинов имеет право входить в шатер не во всякое время и не во всякой ситуации, но Маше, как мы помним, да, помните, мы обсуждали проблему храм Маше и храм Аарона, да? Так вот, Маше имел право заходить в шатер в любое время. И, вероятно, если Маше, момент передачи власти от Маше и Йошуа, так сказать, они тоже могут зайти в шатер. Но вроде бы по смыслу пятнадцатого пушцука Маше и Йошуа подошли ко входу в шатер и встали у входа и облако над ними. Теперь давайте посмотрим на эту картинку глазами Бней Исраэль, да? Они только что стояли вокруг, они слушали речь о Маше и теперь они увидели облачный столб у входа в шатер и Маше и Йошуа внутри этого облачного столба. То есть это некое материальное обеспечение, материальный вот такой знак сакральной передачи власти. Потом у нас будут судьи избираемые демократически, у нас будут цари, которые меняют один другого по праву династического наследования, да, вместо одного царя начинает править его сын, там, как правило, старший сын и так далее. Значит, это будет потом. А вот сейчас первый в истории случай передачи власти еврейским, над еврейским народом и этот процесс делает сам Всевышний. Я обращаю ваше внимание еще раз, что до сих пор Тора описывала семейную такую картинку, да, вот был Авраам Авийну и у него были дети и Авраам Авийну передает наследование Ицхаку. И вот был Ицхак, и у него были дети, и он передает наследование Яакову. И вот был Яакову, у него были дети, и это 12 колен, и среди них, в общем, скорее всего имеется лидерство Ягуды, помните, как Ягуда ощутил свое царское призвание, свою прежде всего ответственность за всю семью, но там уже лидерство является разделенным. С одной стороны это Яуда, с другой стороны это Леви, у которого, так сказать, свои обязанности по отношению к народу, и дальше там лидерство Иосефа, и есть первенство Риувена, то есть такое распределенное лидерство, но все равно это еще не народ, это еще одна семья, в которой передается семей, старшинство. С момента исхода из Египта, когда родился еврейский народ, появился лидер еврейского народа, Маше Робейну, и дальше первый раз происходит смена национального лидера, первый раз происходит смена национального лидера, и делает эту смену лично Всевышний. Значит, то, что Всевышний говорит Маше, значит, встаньте в шатре встречи, и я прикажу ему, я Всевышний прикажу Йошуа принять власть. Хорошо. И сказал Ашем Маше, вот ты ложишься с отцами твоими, и встанет народ этот. Обратите внимание, что Ашем не называет уход Маше смертью. Ты ложишься. То есть оборот примерно такой, как вечером человек ложится для того, чтобы уснуть и утром проснуться с новыми силами. То есть Тора говорит, ты ложишься временно, впереди будет воскрешение. Мы еще, и мы надеемся, что это произойдет скоро, в наши дни, мы еще встретимся с Маше Робейну, и мы встретимся не с памятью о нем, не с текстами его, а мы встретимся с ним конкретно. Вот он ложится, а потом он встанет. Это первое. То есть с отцами твоими, то есть Маше занимает свое достойное место во всей исторической цепочке предков еврейского народа. то есть Маше становится объектом историческим. И встанет народ этот. Вот ты ложишься и встанет народ этот. То есть процесс передачи власти это не просто смена одного лидера другим. Это вот данный процесс первый случай передачи власти он происходит еще и потому, что народ наконец обретает свою субъектность. Встанет народ этот. То есть как мы помним во всех приличных демократических странах в Конституции написано, что источником власти является народ. Маше Робейна который вывел из Египта просто толпу рабов. Да, конечно, с точки зрения египтян, с точки зрения фараона, это был могучий еврейский народ, который умножился и размножился и заполнил собой все и так далее, и так далее. Но с точки зрения Всевышнего это был еще не народ, а новорожденный младенец. это еще народ, который не имеет ни своей структуры, ни своих органов власти, ничего, ничего, ничего. Так вот, только сейчас, когда происходит первая передача власти, народ собственно встанет. у сегодняшних политологов есть относительно передачи власти очень интересное замечание, очень интересное наблюдение, что истинная демократия возникает только в тот момент, когда власть минимум дважды будет передана демократическим путем. Всякие страны, не скажу всякие, но многие бывшие, скажем, колонии, которые первый раз получали самостоятельность, у них демократическая процедура шла по принципу один человек, один голос, один раз. То есть, что это означает? Что вот кончилась власть жутких мерзких белых колонизаторов, собрались, провели голосование, все голосование прямое, значит, тайное, равное, все хорошо, каждый получил свой голос, отдал его за того или иного кандидата и избран, как хотите его называйте, президент, премьер, кто угодно, начальник. Но только в этой формуле есть еще третья часть, один раз. И один раз избранный начальник, потом почему-то не уходит. Проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, да, вот, в России сегодня прошло уже, сейчас какой год, 19-й, значит, в аккурат исполняется 20 лет, когда начальник Путин, да, в каких-то африканских странах было по 30 лет, по 50 лет, то есть это не демократическая система, и это не та система, когда народ является источником власти. Значит, вот здесь Тора нам говорит, что народ встанет как раз в тот момент, когда власть будет меняться. Здесь речи не идет о демократической смене власти. Йошуа назначен Всевышним, но это опять-таки пока что ситуация для еврейского народа учебная. Первая смена власти происходит под прямым руководством Всевышнего. После Йошуа наступает эпоха судей, когда отдельные колена Израиля будут выбирать себе судей. Это будет вполне демократическая ситуация. И дальше опять-таки еврейский народ, когда придет к пророку Шмуэлю, скажет, давайте поставим над собой царя и выберут царем царя Шаула. То есть дальше уже будут различные демократические формы передачи власти. Но для того, чтобы встал народ, должна произойти первая смена власти. Вместо Маше приходит Йошуа. Но этого мало. И Всевышний подтверждает слова Маше, сказанные им несколько страниц назад, несколько дней назад, если хотите. Помните, Маше все время опасается, и он все время напоминает нашему народу, что возникнет ситуация забвения Всевышнего. Почему? А по ряду причин. Причина номер один. Уйдет поколение пустыни. То есть пока что те, кто стоят на берегу реки Ордан, это в достаточно большом количестве люди, которые в детстве видели события у горы Синаи. То есть те, кому было меньше 20 лет в этот момент, когда мы стояли у Синая, они вполне себе живые, они дошли до реки Орда. Те, кто были старше 20 лет, те умерли в пустыне. Значит, во-первых, есть много живых свидетелей. Смотрите, можно возразить, что это детская память и так далее, но, во-первых, мальчики в 12 лет и девочки в 13 лет по еврейскому закону являются взрослыми. Стало быть, если мы будем говорить о тех, кому было у горы Синай больше, чем 12-13 лет, но меньше 20 лет, это тоже достаточно большое количество людей. Это живые свидетели Синайского откровения, живые свидетели чудес исхода. Это момент номер 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 Те, кто родились позже, те, кто родились в пустыне, те, кому было там год или два у горы Синай, они общались со своими родителями, которые были живыми свидетелями. И это очень важный момент. Дело в том, что цепочка передачи традиции очень сильно ослабевает в третьем поколении. И если вы обращали внимание, если вас интересовал этот процесс, то вот в России пока основное количество населения, большинство населения составляли те, кто либо сам воевал во Вторую мировую войну, либо был ребенком, но таким взрослым, 12, 13, 14 лет, во время войны. И вот пока это поколение было живо, День Победы вообще не праздновался, а просто собирались 9 мая ветераны, вечером после рабочего дня, это, кстати, был вполне рабочий день, выпивали, вспоминали погибших и говорили о своем, о ветеранском. Прошло 20 лет, и в 1965 году, когда уже ушла большая часть того поколения воевавшего, когда начало приходить новое поколение, во-первых, сделали День Победы праздничным, а во-вторых, начали придумывать массу всяких, как-то сказать, мифов о войне. Начали снимать такие фильмы, как «Эпопея освобождения», ну и многое другое. Прошло еще 25-30 лет, и когда практически ушли те, кто помнили войну, и когда уже стариками, и во многом ушедшими стариками, стали те, чьи родители воевали и рассказывали об этом своим детям. И вот тогда война стала чистой воды мифологии, по крайней мере, в ее правительственной такой интерпретации. То есть появились замечательные мифы о Второй мировой войне, появились лозунги «Можем повторить», «Не смешите наши Искандеры» и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот когда сменяются два поколения, то цепочка передачи традиции резко ослабевает. И Маше неоднократно об этом говорил. Вы придете в страну, там вы будете экономически успешны, все будет замечательно, вы будете хорошо есть, разжиреете, и начнете бодаться и легаться, и забудете законы Всевышнего. И вот здесь Ашем, значит, мы с вами сейчас как раз обсуждаем ситуацию, когда Ашем подтверждает слова Маше, Ашем вступает в свою роль. Тора возвращается к тому, что это слова Ашем. Так вот, и сказал Ашем Маше, «Вот ты ложишься с отцами твоими, и встанет народ этот», мы уже поняли, что это означает, «И будет развратничать за Элогим чужого в стране, в среду которого он приходит, и оставит меня, и нарушит союз мой, который я заключил с ним». То есть первым этапом самостоятельности народа неизбежно станет моральное падение. Это произойдет в обязательном порядке. Почему это так? Мы с вами уже несколько раз обсуждали, и я напомню, что мы приходим в Эритск-Нан, сказано в Торе, «И будешь ты жить в доме, который не строил, и есть от виноградника, который не сажал». То есть мы приходим в страну, экономически благополучную, страну обустроенную, и совершенно естественно одна из двух реакций. Реакция номер один. «Сила и мощь моей руки принесли мне все эти экономические достижения». То есть я главный, я победитель. Мои усилия – это основа экономики, победы, благополучия и так далее, и так далее. Где Всевышний? Где-то там. Коины им занимаются – пусть занимаются. То есть это первое, когда материальный успех ставится во главу и о Всевышнем забывают. Ситуация номер один. Ситуация номер два. Мы приходим в страну, экономически очень благополучную, и будешь ты есть от виноградника, который не сажал. И мы видим, что кнанейцы, которых мы изгоняем из страны, ради плодородия виноградников приносят жертвы специальному идолу, идолу-покровителю сельского хозяйства. Я не знаю, какой там был на эту тему идол у кнанейских племен, но я точно знаю, что у всех языческих племен был целый набор идолов. Идол погоды, идол животноводства, идол плодородия почвы и так далее, и так далее. И кнанейцы приносят жертву идолу, который вот покровитель виноградников. О, стоп! Что ж плохого будет, если мы едим от этого виноградника, если мы заинтересованы в его урожае? Может быть, так здесь устроено? Может быть, надо принести какую-то небольшую жертву этому идолу? Пусть все продолжается по-прежнему. Мы пришли, но пусть все продолжается по-прежнему. То есть, вот две причины, с которыми обязательно произойдет моральное падение народа. значит, и будет развратничать народ Израиля за Элогим Чужого в стране, в среду которого он приходит. То есть, он приходит в среду Элогим Чужого. И вот эти два фактора. Я победитель, значит, я самый главный, главнее Всевышнего. И второй фактор. Ну, если страна управляется какими-то этими идолами, значит, может быть, надо тоже с этими идолами, по крайней мере, не ссориться. Как в том анекдоте про Волочку. Знаете, как учительница в первом классе говорит детям, Бога нет, и покажите небу фигу. Все дети показывают, Вовочка не показывает. Значит, учительница спрашивает его, почему? Вовочка говорит, ну, если его нет, то этот жест абсолютно бессмысленный. А если он есть, то зачем ссориться? Так вот, действуя в Вовочкиной логике, народ Израиля, придя в страну Кнаан, могут подумать, что если есть там вот это вот самое идол, море, идол неба, идол виноградника, ну, зачем с ними ссориться? Ашем, Ашема, местные идолы, местные идолы. Вполне в рамках ментальности людей того времени. И возгорится гнев мой, на него в день тот, и оставлю я их, и скрою лицо мое от них, и будет на съедение, и найдут его беды многие и несчастья. И скажет в день тот, а не из-за того ли, что нет элогим моего в среде моей, нашли меня беды эти. То есть, найдут его беды многие, как естественное следствие отрыва от своего источника. То есть, любой отрыв от Всевышнего, любое пренебрежение его законами, будет естественный результат, настигнут беды многие. И скажет в день тот, значит, здесь Всевышний повторяет то, о чем говорил Маше, что беды, которые постигнут еврейский народ, они будут не навсегда, они будут иметь, что называется, учебный характер, и настанет день, когда сыны Израиля осознают, что их беды не случайны. И логически рассуждая, дойдут до первопричины. Нет элогим моего в среде моей. То есть, мы заменили нашего элогим, который Ашем элогим наш, значит, заменяем нашего элогим модными идеологиями. Конечно, в каждой из этих идеологий есть доля истины, но Ашем это источник, который объединяет все. То есть, мы начнем понимать причины наших проблем. А я скрывая, скрою лицо мое в день тот за все зло, которое сделал, потому что обратился к элогим другим. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что здесь опять народ Израиля выступает как единая личность, как единое целое. Ты, Израиль, обратился к элогим другим. То есть, это национальная проблема, которая, так сказать, не лечится усилиями отдельных праведников. Национальную проблему может решить только народ в целом. и почему Всевышний продолжит скрывать свое лицо, потому что они еще, мы, народ, мы еще не ищем дороги к Всевышнему, а мы только думаем, как избавиться от бед нас постигших. И дальше Всевышний дает Маше Робейну важный совет. Очень важный. А сейчас запишите вам песню эту и научите ей сынов Исраэля, положи ее во рты их, ради того, чтобы была мне песня эта свидетелем против сынов Исраэля. Дано указание. Надо написать особую песню, которая станет свидетельством, напоминающим Израилю о его источнике. О чем речь? Значит, смотрите, простое объяснение на основе иврита. Песня на иврите шир. А, скажем, цепочка, замыкающая круг, шершерит. Да, цепочка, которую носят на шее или на запястье, шершерит. Так вот, песня должна замкнуть Тору. Знать всю Тору, это, вообще говоря, непростое дело, которое требует хорошей памяти, серьезных интеллектуальных усилий, чтобы не просто помнить основные сюжеты, но и представлять хотя бы какую-то часть идей, которые содержатся у нас в Торе. И далеко не каждый человек, вполне себе правоверный еврей, хорошо знает весь текст Торы. И поэтому нужен особый символ, нужна песня, которая будет ну вот символом всей Торы. На что это похоже? Значит, давайте такие посмотрим исторические примеры. Великая французская революция. 1789 год и дальше она. Шла десятилетия, да, менялись политические системы, революция оставалась. В основе Великой французской революции были идеи ученых просветителей, была либеральная философия, были принципы демократии, были принципы сословного равенства, отмены сословных привилегий и так далее, и так далее. Было много разной науки, исторической, социальной, политэкономической и простые люди, конечно, в большинстве своем все эти научные идеи, да, просто не знали, не то, что не понимали, не воспринимали, да, просто не знали об их существовании. Но каждый француз знал Марсельезу. «Алонзанфан дэля патри» «Вперед сыны отечества, настает день славы, к оружию граждане». То есть люди уже не просто подданные короля, люди граждане. И это не бесправные, безоружные, а это люди вооруженные. Знаете, американское определение демократии. Демократия – это пространство, организованное вооруженными мужчинами. Лозунг «К оружию граждане» это в его транспонировании это лозунг «Давайте создадим демократическое общество». Потому что люди вооруженные, они либо могут договориться, либо перебить друг друга. В данном случае так. Марсель Яза – символ французской революции. Если мы возьмем какие-то другие революционные ситуации, да, Парижская коммуна, интернационал, весь мир насилием и разрушим. Я сейчас не говорю о том, какая идеология хорошая, какая плохая, какая правильная, какая неправильная. Я говорю о том, что важные общественные движения сопровождались песней, которую каждый мог выучить, которую каждый знал наизусть, которую пели при победе, которую пели в разных таких критических жизненных ситуациях и которая организовывала людей на совместные действия. Я вспоминаю другую ситуацию, скажем, Первая мировая германская война, да, вспомните песню Агапитова «Прощание славянки», да, «Марш прощания славянки», и как потом этот марш пели в Белой гвардии, да, члены движения Белой гвардии. Значит, опять-таки, революция – это масса идей, масса сложностей, но песня дает квинт-энсенцию. Так же и здесь. Тора, которого мы получили на Синае, это большой и сложный комплекс. И выдающимся специалистам удается освоить какую-то существенную часть этого комплекса. Никто не может сказать, что он знает всю Тору и знает все идеи, которые в Торе содержатся. Это в принципе невозможно. Но песню можно выучить. И вот эту единственную песню Всевышний просит написать. И мало того, что ее надо написать, надо научить ей сынов Израиля, то есть положи ее во рты их. То есть все должны выучить ее наизусть. И песня эта будет свидетелем мне, она будет свидетелем напоминающим обо мне. То есть когда евреи будут петь эту песню, они будут вспоминать о своем источнике. Когда приведу его на землю, о которой поклялся я, с большой буквы я, Всевышний, отцам его, опять-таки мы здесь видим обращение к Израилю, как к единому целому. Когда я приведу его, поклялся отцам его, в землю текущую молоком и медом, и будет есть, и насытиться, и обратиться к логим другим, и будет служить им, и будет гневить меня, и нарушить союз мой, то есть он, народ, нарушит союз мой, я, Всевышний, никогда не откажусь от этого союза, нарушит еврейский народ, и будет, когда найдут его беды многие, и несчастья, и ответит песня это перед ним свидетелем, потому что не забудется изо рта семени его, то есть не забудется эта песня во всех последующих поколениях, она не забудется в потомстве Израиля, потому что знал я инстинкт его, который он делает сегодня, до того, как я приведу его в страну, о которой поклялся. Вот задача, которая еще одна ставится перед Моше, и записал Моше песню эту в день тот, мы стоим на восточном берегу Иордана, и научил ей сынов Исраиля. Значит, то есть Моше выполнил приказ, который был отдан три пасука назад. Запишите вам песню эту. То есть возможно, что вот это вот произошло в день смерти Моше Робейну, в день, когда он кончил записывать Тору. «И приказал Йошуа бин Нуну и сказал, крепись и мужайся, потому что ты приведешь сынов Исраэля в страну, о которой клялся я им, и я буду с тобой». Значит, вот происходит назначение Йошуа бин Нуна, и назначает его непосредственно Всевышний. Если когда-то, 40 лет назад, Моше выбрал Йошуа бин Нуна себе в помощнике и выбрал Моше, то здесь назначение проводит сам Всевышний. «Крепись и мужайся». И сказал, да, в дополнение к назначению. То есть не просто приказал Йошуа бин Нуну с этого момента ты начальник, но еще и в дополнение сказал «Ты приведешь сына в Исраэля в страну и я буду с тобой». То есть так же, как я все время был вместе с Моше все эти 40 лет, так же я буду и с тобой и помогу тебе в войне с кноанейцами. И было, когда закончил Моше писать слова Торы этой на книгу до конца их. Значит, ну, немножечко странно звучит фраза. Закончил писать слова Торы на книгу, на сэфер. Книга сэфер. Может быть, правильнее было бы по-русски сказать, закончил писать слова Торы этой на пергамент или что-то, но слово сэфер в танохическом эврите означает еще и свиток. То есть свиток, сшитый из отдельных кусков пергамента в сплошную полосу, на которой столбцами записан текст Торы. То есть закончил писать слова Торы этой, то есть этого учения на свиток. И дальше сказано до конца их. Значит, на самом деле до конца Торы остается еще вот две странички раздела ваелих и потом раздел Аазину и раздел Зот Абраха. Так вот, этот 24-й посуг, когда закончил Маше писать слова Торы этой на книгу до конца их, говорит о том, что Маше записал все, включая раздел Везот Абраха. Ну, на эту тему есть много различных соображений и комментариев, потому что раздел Зот Абраха кончается словами И умер Маше. Как человек может написать про себя в третьем лице. Можно сказать И вот когда я умру там то-то, то-то, А тут заканчивается все словами И умер Маше. Наиболее распространенный комментарий к этому такой. Маше писал Тору под диктовку Всевышнего и Всевышний ему продиктовал вот это завершение. Поскольку мы помним, что одно из свойств Всевышнего, как говорится об этом в литургическом гимне Игдаль, да, что про каждую вещь Всевышний знает, как она завершится. То есть понятно, что Всевышний знает, как закончится жизнь Маше, что будет происходить, когда он умрет после его смерти, и поэтому продиктовать Маше эти последние восемь строк Тора для Всевышнего проблем нет. Ну, пока остановимся на этом комментарии, когда дойдем до главы Золота Браха, может быть, поговорим о чем-то еще. Итак, Маше записал все слова Торы на свиток и приказал Маше левитам, несущим ковчег союза Ашем сказа. Значит, левитам, несущим ковчег. Значит, это происходит в момент перехода через Иордан, корен, когда ковчег несут левиты. Обычно это задача коренов, потому что левиты им помогают, но не касаются предметов наиболее святых. И Маше говорит левитам, возьмите книгу Торы эту и положите ее со стороны ковчега союза Ашем и Луим вашего и будет там против тебя свидетелем. Значит, Маше передает свиток левитам, его надо положить внутри ковчега, там же, где находятся скрижали. Я могу вам напомнить, кто забыл, что внутри ковчега находились три предмета. Там были скрижали номер один, их осколки, разбитые скрижали. Там были скрижали номер два, две целых каменных таблички. И там был кувшин с маном, который был собран в тот день, когда начал выпадать ман, Маше приказал собрать кувшин с маном и хранить его в ковчеге. Он там хранился в память о чудесах, которые происходили с нашим народом в пустыне. И вот теперь в ковчег добавляется еще один предмет, четвертый, это добавляется Тора. И она называется свидетелем. Почему свидетелем? Потому что в Торе, как мы уже говорили, описаны все ситуации и отходы еврейского народа от Торы, и возвращение еврейского народа к Торе. Все это уже описано. И поэтому, когда мы что-то делаем так, не так, по-всякому, да, всегда можно открыть Тору и прочитать соответствующее место. Тора свидетельствует о всех наших делах во всех наших поколениях. и вся Тора по сути дела песня. Песня и имя Всевышнего, а не только вот следующий раздел, который, собственно, специальная песня, гимн сочиненный Маше. И вот будет против тебя свидетелем, потому что я знал бунтарство твое и шею твою жесткую, ведь еще когда я жив с вами сегодня, бунтовщиками были в Исашем, а также после смерти Маги. Значит, Маше объясняет, почему он называет Тору свидетельством, потому что в Торе неоднократно мы с вами все это уже прошли, когда народ бунтовал не просто против Маше и Аарона, но против Всевышнего, и это было при жизни Маше, и а также тем более это будет после смерти Маше. Суть нашего народа остается неизменной. Наш народ жестоковыйный. Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и распорядителей ваших, и буду говорить в уши их слова эти, и за свидетельство против них небо и земли. Значит, Маше просит еще раз собрать к нему средний слой руководителей, вот этот средний менеджмент еврейского народа, не только руководителей колен, не только членов Сенгедрина, но еще старейшины распорядителей, те, кто имеют непосредственный контакт с массами. И слова эти, то есть Маше начинает обучение народа песня, которую он сочинил, да, вот слова эти. Следующий раздел, это будет текст песни Аазина. И засвидетельствую против них небо и землю, потому что на самом деле, как это не может показаться необычным, но мы хорошо понимаем, что от степени соблюдения Торы Израилем зависит смысл всего творения, зависит небо и земля. И когда мы с вами обсуждали комментарии на первый стих Торы «Берешит Барайлу им» «Эдха-шамайам вэдха-арец», значит, мы, если вы помните, нашли такой вариант перевода. «Ради Торы и ради Израиля создал Всевышний небесное и земное». То есть и небо, и земля свидетели того, как народ Израиля должен выполнять Тору. А выполнять это не просто читать и учить, но и практически реализовывать, строя свое государство на своей земле. Потому что знал я, я знаю, Ашем сказал мне об этом в 16 пасуке, 13 пасуков назад. «Знал я после смерти моей, что развращаясь, развратитесь, и свернете с дороги, которую приказал я вам, и случится с вами беда в конце дней, потому что сделаете зло в глазах Ашем, гневить его делом рук ваших». Беда в конце дней. Маше предвидит особенно большую беду Израиля в конце истории. Конец истории. Это конец шестого тысячелетия. Это наше время. Это время, когда 70 лет назад, 75 лет назад, произошла величайшая одна из, не могу сказать, что она величайшая, но это одна из больших бед в истории еврейского народа. Почему она произошла? Есть и такое объяснение. Есть много объяснений, в частности, и такое. Значит, развратитесь и свернетесь с дороги. Это значит, не нарушите шаббат, или нарушите кашрут, или нарушите чистоту семейной жизни. Это значит, что вы произведете самое страшное нарушение, которое только может быть, что после декларации Бальфура, когда англичане сказали осень 18 года, да, все, война закончена, турецкой империи больше нет, евреи, приезжайте в Палестину и делайте свое государство. И можно было сесть на пароход и плыть в Палестину. Еврейский народ не последовал этому призыву. Еврейский народ предал идею реализации Торы на своей земле. Если бы тогда, в 18 году, к тем примерно 300-400 тысячам евреев, где-то на 18 год, да, где-то около 300 тысяч евреев жили в Эрицисраэль. Если бы туда приехали разом хотя бы 2-2,5-3 миллиона человек из 6 миллионов европейских евреев, тогда государство еврейское было бы провозглашено в начале 20-х годов, тогда у евреев появилось бы свое убежище на земле, своя страна, которая примет любого еврея с любой точки мира, и тогда катастрофа, которая, конечно, все равно могла случиться, но она бы не была такой. Да, были бы погромы, да, были бы проблемы, но всегда у евреев была бы своя страна убежище, куда можно было ехать. Вот о чем и говорит Маше. Вы свернете с дороги, которую приказал я вам. Что это за дорога? Это дорога реализации Торы в Эриц Исраэль и свернув с этой дороги, мы, к сожалению, навлекли на себя большие беды. И говорил Маше в уши всего собрания Исраэля слова песни этой до конца их. Значит, ну, во-первых, обратим внимание, что вот эта вот особенность, эта торжественность момента, она увлекла всех сыновей Израиля. И хотя Маше звал к себе только средний менеджмент, руководителей среднего звена, соберите ко мне всех старейшин колен ваших и распорядителей ваших, но вместе с ними пришли все. Да? Все пришли прослушать песню и говорил Маше слова песни этой до конца их. Это заняло продолжительное время и слова эти можно понимать дважды. Во-первых, вся Тора это одна песня, весь этот текст это одна песня, то есть Маше говорил народу слова Торы до конца, расширенное понимание, а конкретное понимание, Маше обучил народ песня, которая собственно вот начинается глава Аазину, начинается вот эта последняя песня Маше и этот процесс конечно занял довольно продолжительное время до конца их, то есть до тех пор, пока все присутствующие не выучили этот наш гимн наизусть. Ну а собственно к содержанию этого гимна недельный раздел Аазину мы перейдем в следующий вторник. Так что я готов ответить на все имеющиеся или так попытаться ответить на имеющиеся вопросы. Не значит, что я смогу на них ответить, но попытаться попытаюсь. Какие есть вопросы? так в чате вопросов нет. Ну если вопросы появятся по ходу дела, пишите мне по мейлу. Я готов не ждать вторника и отвечать на вопросы. А в следующий вторник мы начнем раздел Аазина. Тогда всем спасибо за внимание и всего наилучшего. До следующего вторника. Окей, пока. Пока.